Друзья мои, всех приветствую! С нами сегодня Дмитрий Быков. Будем говорить о событиях в последние дни, последних часов и о будущем, как всегда. С Дмитрием я очень люблю говорить о будущем. Здравствуйте, Дима. Здрасте, Наташа. Ну вот начну с вечерашнего дня, с того, что произошло. Повторять не будем, там сейчас говорят уже по цифрам, более 30 человек погибло и около 100 ранены, и не всех еще откопали. И я смотрела российские паблики, там народ просто беснуется от счастья. В четверг будет Рамштайн. Как вы считаете, какое решение должно принять, наконец, международное сообщество военное, для того, чтобы, ну, как-то пробовать, скорее менять эту ситуацию? Знаете, Наташ, не нужно обольщаться. Я, в общем, большой оптимист в целом, но международное сообщество, хотя оно и приняло безусловное решение, что эту войну нельзя закончить миром, компромиссом, что только полное освобождение украинской территории может быть ее итогом. Быстрых действий я не жду. В конце концов, полной готовности к настоящему глобальному противостоянию я не вижу нигде. Ни в России, где явно недооценивают масштабы этого противостояния, ни в мире, где его, наоборот, понимают очень хорошо. Я хотел бы предостеречь от одной важной штуки. Нет, я понимаю, что моя защита Арестовичу не нужна, и более того, я сам персонаж довольно одиозный, потому что любой человек, умеющий говорить связно, выглядит врагом народа. Всегда Арестовича будут обвинять в предательстве, в балабольстве, в том, что его прогнозы неизбычны и так далее. Но я хочу напомнить, во-первых, о великой роли этого человека, и, во-вторых, о том, и причем в роли еще в кризисный момент, когда Украина и судьба мира вместе с ней висел на власке. Ну и, во-вторых, вот его фраза насчет ПВО, во-первых, она была сказана с огромными оговорками. Возможно ПВО, а возможно и попадание. И главное, что делать его крайним и виноватым, на мой взгляд, это непонимание, на самом деле, ситуации. В любом случае, эта ракета вылетела по мирному городу с российской стороны. И самое главное, что Россия очень обрадовалась этой фразе Арестовича, очень тиражировала, да, что это якобы вина ПВО. Вот то, что радует Россию, Украину радовать не должно. Поэтому я хочу лишний раз Алексею Арестовичу свидетельствовать свою поддержку, свое восхищение его профессионализмом, и лишний раз подтвердить, что ничего лишнего он не сказал, никакой окончательной версии не озвучил. Даже если это следствие работы ПВО, что сейчас опровергается, это в любом случае вина тех людей, которые выпустили эту ракету по мирному городу Днепру. И она прилетела по мирному зданию не потому, что кто-то в Украине осмелился защищаться. Это главное, вот это российские, да, варварские, сбили наш бомбардировщик, мирно бомбившие города. Вот это стандартная формула и сценичный анекдот. А что касается ближайшего, так сказать, действия Европы, Америки, Рамштайна... Знаете, извините, что я перебиваю относительно Арестовича, я даже возражать не буду, потому что я всегда говорю, ненавидеть нужно врагам, а своих нужно любить, по возможности. Да, но они же, понимаете, они все надеются, надеются в России, что их постоянная внутренняя грызня из клока перекинется на остальной мир. То, что в России нет никакого монолита, то, что в России страшно грызутся даже сторонники Z-операции, это вообще известно, там вообще взаимная ненависть давно стала главным модусом, главной чертой российской действительности. И это было так всегда, понимаете, постоянный пригляд за другим, чтобы гнобить его на этом основании. Не так сел, не так съел, не так сказал. Вот в армии бывал, там служишь, все друг к другу говорят, не так подметаешь, не так снег чистишь. Это постоянное такое следствие закрытых сообществ. В тюрьме так всегда бывает. А подыскать за другим какую-то зацепку, чтобы можно было его потом организовано травить. Это Россия распространила на многих. Россия в Израиль привезла дедовщину, Россия в Америку привезла мафию. Раковая опухоль на теле мира распространяет свои метастазы повсюду. Тюремное государство, где главной скрепой является страх тюрьмы, пытается сделать тюрьму из остального мира. Ведь главное, что в тюрьме, это чтобы время прошло, а не то, чтобы что-то делать. Чтобы все ненавидели всех. Вот главный закон тюрьмы. А возвращаясь к проблеме Рамштайна, я все-таки продолжаю думать, что... Да, на Западе есть четкое понимание, чтобы не вооружать себя и не готовиться к самим к войне, надо сейчас вооружать Украину, это очевидно. Но решительных действий и большого прорыва я здесь, честно говоря, не ожидаю. Я не очень представляю себе, что должно произойти, чтобы на Западе сдвинулась эта лавина. Она трогается, она ползет, она ползет очень медленно. Но понимание всей катастрофичности происходящего, я думаю, впереди. Вот эта вот замена, возвращение Герасимова, так сказать, в боевой строй, и сделали Суровикина его замом, она означает то, что у Путина очень короткая скамейка запасных? Она еще что-то означает, с вашей точки зрения? То есть получается, что он в трех соснах ходит? Нет, я думаю, что он просто решил укрепить единоначалие. И, кстати говоря, у меня никаких на эту тему нет, опять-таки, иллюзий, потому что российская военная доктрина, хороша она или плоха, вызывает восхищение даже у вашего заложника, который про Герасимова говорил с неизменным одобрением. А это серьезный профессионал, и за Герасимовым, хорош он или плох, стоят годы военного образования, военного опыта. И, кроме того, в России, если есть в чем-то профессионалы, в России нет так называемых блестящих карьерных дипломатов, в России нет сегодня философов, социологов и так далее. Но люди, умеющие убивать, причем убивать изобретательно и жестоко, в России водятся, их много. И Россия всегда гордилась очень тем, что мы, может быть, плохие строители, но мы идеальные солдаты, читай, идеальные убийцы. Этим гордились очень сильно, и это внедрялось в умы. Я отнюдь не исключаю того, что Герасимов в качестве руководителя этой военной операции способен доставить Украине крайне серьезные неприятности. Не говоря о том, что у России запас ракет огромен, запас людей, готовых мобилизовываться без какого-либо протеста, практически не ограничен. И до этого протеста, я думаю, еще дольше, чем до какого-то прозрения Европы окончательного. Так что Герасимов на этом посту вполне соответствует путинским ожиданиям. Другой вопрос, не случится ли в России бунт профессиональных военных, которые понимают, что их кидают в мясорубку. Нет, думаю, не случится. Вот бунт других профессионалов, врачей, учителей, в конце концов, деятелей культуры или социальной сферы возможен. От военных я никакого бунта не ожидаю, потому что, вообще говоря, военные в России всего один раз были инструментом заговора, и крайне неудачного. Это были декабристы. В принципе, даже заговор военных, которого так боялся Сталин в лице Тухачевского, не состоялся. Герасимов опасен Украине. Путин, он не опасен ничего. Но еще был арест Берии все-таки, который осуществляли военные. Нет, Берия был арестован с подачи Маленкова, Маленков военным. Наташа, не переоценивайте, не надо переплачивать. Я понимаю, что душки военные, они все внушают определенную надежду. Военный, по крайней мере, убивает по обязанности. И, в общем, как правило, без большого удовольствия. Он же не ЧВК. Да, но надежда на военных в данном случае очень плоха. Они могут обидеться только на то, что их унижают по сравнению с Пригожным или Кадыровым. Но думают, что вот это у них как-нибудь потрясется. Эти люди друг друга поймут. Вы знаете, российских военных невозможно переоценивать после почти года их деятельности в Украине. Я не знаю, расстрелы мирных людей, бомбардировка домов. Нет, вы не путайте моральную оценку с профессиональной. С моральной стороны эту войну вообще оценивать нельзя, потому что здесь со стороны России нарушены все заповеди, пробиты все донья. А со стороны профессиональной нет. Я считаю, что у России есть в этом плане резерв. Я не хочу ее хвалить. Я не хочу именно недооценивать эту опасность. Потому что, да, Украина проявляет колоссальное мужество. Да, Украина для всего мира стала сегодня несомненным лидером. Да, Украина сопротивляется героически. Но я вполне допускаю, возможно, мы все ее допускаем, что можно уничтожить страну до последнего украинца. Если Путин нажмет красную кнопку, он ее уничтожит. Другое дело, что он ее победить не может. Вот это надо помнить. Некоторые политологи считают, что Путин дал Пригожину и всей этой своре слишком много власти. Есть ли какая-то опасность для него в том, что Пригожин сегодня чувствует себя таким королем ГУЛАГа, понимаете? Наверное, есть. Дело в том, что, видите, восстание зэков – это всегда примета конца власти. Мы сегодня наблюдаем, конечно, не восстание зэков, но мы наблюдаем, что зэки начинают играть главную роль в российской жизни. Они становятся движущей силой армии. Ну, они просто в солидарии, по крайней мере, утверждает Пригожин, действовали более профессионально, чем военные. Это вербовка убийц, убийц на государственную службу. Это всегда признак определенного кризиса, конечно. И не будем напоминать, что именно с восстания зэков начался мощный кризис после сталинизма. Ну, с Кенгира, например. «Сорок дней Кенгира» – один из самых известных текстов в Солженицынском ГУЛАГе. Но я просто хочу, чтобы русское сознание перестало идеализировать зэк. Вот это же вечная такая идеализация. В прорыв идут штрафные батальоны, вы лучше лес рубите на гробы, что вот штрафные батальоны лучше всех воюют, что и начальник лагеря ушел на фронт, и зэки ушли на фронт. Это такое наивное героизирование романтическое блатной субкультуры, которое в России было всегда. У блатных у всех один принцип – умрит и сегодня, а я завтра. Блатной не бывает героем. Он бывает отважен, он бывает силен, он может действительно сделать жизнь невыносимой, но мотивированным бойцом он не бывает. Поэтому мобилизация зэков, призыв зэков, вообще восстание зэков даже – это не является благим признаком. И, кстати, хочу вам напомнить, вы знаете, вероятно, да, что зэки в Кенгире, я с участником кенгирского восстания Груниным, знаменитым поэтом, дружил довольно тесно. Он мне рассказал первые две вещи, которые сделали зэки в лагере, когда пришли к власти. Во-первых, они сломали стену, отделяющую мужскую зону от женских. Это очевидно. А что было второй мерой, угадайте? Даже не могу себе представить, честно говоря. Они построили карцер. Они построили карцер для тех, кто не разделял их принципов. И хотя это восстание возглавлял все-таки военный, профессиональный, кстати, герой войны, но ждать от зэковского восстания или от зэковской войны каких-то моральных правил не следует. Это восстание тех, кому нечего терять. А у людей, которым нечего терять, с моральными принципами плохо. Да, разумеется, зэки несколько лучше нынешней российской власти в том плане, что они соблюдают хоть какие-то договоренности. Но то, что это договоренности абсолютно людоидские, ни у кого не должно быть иллюзией. Идеализация зэков, правильно совершенно сказал Шаламов, это главная ошибка интеллигенции. Еще есть такое мнение, что поскольку в России почти 400 тысяч зэков, то их будут широко использовать для того, чтобы хоть как-то попытаться перестроить российскую экономику на военные рельсы. Ну, то есть, ставить работать на заводах, производить снаряды и прочее, прочее. Насколько это реально для сегодняшней России? Как вы считаете, насколько это возможно? В сегодняшней России гораздо более реально увеличить число зэков как минимум вдвое, сделать зэками всех. В сегодняшней России готовы сажать за все. Вы знаете, за выход на улицу с книгой «Война и мир». И, разумеется, есть три меры, которые совершенно неизбежны. Первое – это колоссальный рост числа доносцев. В России с враждебностью всех ко всем это всегда, знаете, за этим уж дело не станет. Это первое. Второе – колоссальное количество отъема собственности у всех. Даже такой ничтожной собственности, как моя, а уж серьезная олигархическая собственность, обязательно изъятие собственности всех, кто уехал, а потом всех, кто не так посмотрел. Лишать собственности там, пусть не обольщаются наши российские зрители, будут не только уехавших, а и тех, кто позволил себе любое политическое высказывание. Учитель неосторожно что-нибудь сказал о Сталине, все, он прощается с собственностью и арестовывается вместе со всей семьей. Возможно, возможно. Будут требовать публичных отречений? Будут. Будут публичные казни? Будут. И третье, что практически неизбежно – это переход репрессий из точного характера в массовый. Почему? Потому что для, как вы понимаете, снятия социального напряжения совершенно необходимо людям давать разрядку в виде массовых арестов. Помните, как у Слепаковой? Из тела жизнь, как женщина из дому, насильно отнята у одного, она милее становится другому. Если не арестовывать, нельзя добиться вот этого гадкого, этого гнусненького, чувствуется утреннего «Соседа взяли, а меня нет. Хорошо живем!» Тут один подонок пишет, я сегодня почитал в соцсетях, «А я живу прекрасно, у меня вино и девочки, и я не отвлекаюсь на новости, которых все равно не могу изменить. У меня репетиции, я ударник в оркестре, и я занимаюсь самосовершенствованием, а остановить войну я все равно не смогу». Так вот, я вам хочу сказать, Антон, я знаю, что вы Антон, когда вы будете корчиться и подыхать, всем остальным тоже будет пофигу, а некоторые еще и порадуются, а корчиться и подыхать вы будете скоро. В исторических масштабах на всех скоро не будет. Еще тогда прекрасная жизнь. Раз мы уже об этом начали, это очень такой деликатный вопрос для вас, потому что я знаю, что он небезразличен вам. Вот то, что произошло с Назаровым и Хабинским вчера, да, ведь к Хабинскому всегда было такое отношение, вот он порядочный парень, он хороший человек и так далее, и тем не менее он уволил. И я прочитала тоже в социальных сетях, как какая-то дама пишет, оставьте его в покое, оставьте нам хотя бы театр. Вот у нас сейчас будет спектакль такой-то, а в это время уже под обломками там корчились люди. Понимаете? И в это время Назаров уже ушел. Они не понимают, они считают, что, ну, горит оно все огнем, пусть все вокруг горит и подыхает, но мы же хотя бы пока в театр можем ходить. Поэтому, что вы думаете по поводу этой ситуации с людьми? Хотя у меня был вопрос к Хабинскому, уже когда он говорил, что Париченко не такой уж плохой парень, и оно все не так просто, ну, да, съездил ДНР, да, там, убивал там из пулемета кого-то, не кого-то, а украинских бойцов. Ну, так бывает, дескать, эмоционально. Понимаете? Ну, видите ли, я к Хабинскому всегда относился хорошо и буду хорошо к нему относиться, потому что от человека нельзя требовать, чтобы он был героем. Но Назаров мне друг, и я восхищаюсь им и как актером, и как человеком, и как очень неплохим поэтом, который, кстати, и остается принципиально дилетантом. И он, и жена его Васильева, люди исключительно достойные, профессионалы очень крепкие. Это разочаровывает меня. Как сказал покойный Кикабидзе, вы меня не предали, разочаровали. Понимаете? Да, меня разочаровывает такое поведение Зеленского, Хабинского. Зеленского не разочарует. Хабинского, кстати говоря, к Зеленскому тоже за многое можно прицепиться и будут еще цепляться. Я против того, чтобы ахально сразу же провозглашать новый хейт. Мне не нравится поведение Хабинского. Он это сделал зря. И оправдывать это его благотворительностью, доктор Лиза тоже очень благотворительствовала. Я, честно говоря, не знаю более двусмысленного персонажа в России. И то, что делала доктор Лиза, и то, что делает Хабинский. Благотворительность сама по себе не является никакой индульгенцией. И, конечно, то, что Хабинский уволил хорошего актера, хотя ему ровно ничего не угрожало, это очень плохой шаг. Это отсутствие профессиональной солидарности, это отсутствие корпоративных принципов. Но нельзя требовать от человека, чтобы он был герой. Понимаете, я тоже не герой. И у меня очень много было компромиссов. Я считаю, что я сильно пересидел в России, но у меня были свои объективные причины, но, конечно, ехать надо было раньше. Я бы о многих вещах высказался гораздо определённее. О том, что российское население готово принять фашизм, я в открытую говорил в 1917 году, но мне же за это шили оправдания Сталина и оправдания Гитлера, и чего только не шили. То есть, я очень долгое время вынужден был высказываться или в полголоса, или в компромисс. Сейчас такой необходимости нет. Я абсолютно уверен, что если бы Хабинский находился вне России, он бы позволял себе больше. Но я не кину камни в человека, который не нашёл в себе мужества противостоять государственному давлению. Я сам недостаточно кристаллен, чтобы мне поносить других. Просто мне очень горько и очень обидно, что замечательный актёр так сильно замарал репутацию. Я сейчас задам ещё тогда вам один вопрос, из-за которого вы рассердитесь. Ну, бог с ним, ладно. Вот смотрите, считаете ли вы случайностью то, что ряд учеников Табакова которые стали руководителями театров, все достаточно так сказать ярко высказались за вот эту операцию. Машков, там, я не знаю, Апексимова, Женя Миронов. Миронов, Миронов. Да, да, Женя Миронов, ну, вот сейчас Хабенский, потом Богомолова, он не ученик, но он, по крайней мере, все свои первые спектакли, из-за которых ты стал известен. Ну, а вот ученик Молочников, например, резко высказался против и уехал, а ученик Шендерович уехал, а ученик Паперный уехал. Тут же, понимаете, у Христа тоже были разные ученики, простите за аналогию, да, одни его предали, и другие от него трижды отреклись, как, например, Петр. Это нельзя, еще раз говорю, требовать от человека, чтобы он, называясь Петром, камнем и был камнем. Это не всегда получается. Зато люди, которые проделали над собой такую работу, как Петр, больше уже ни в чем не уступали. Но, я понимаю подоплеку вашего вопроса, нет ли тут действительно некого урока от Табакова, который уживался со всеми властями. Нет. У Табакова были пределы, за которыми он противился, за которыми он говорил, нет. Я хочу напомнить. Знаете, ужас, вот это важная для меня мысль, Наташа, ужасно важная. Ужас не в том, что уходят Чурикова, Кикабидзе, Рязанцева. Ужас в том, кто приходит. Вот, понимаете, для людей из этого поколения, которые ушли, какие-то ценности были священными. Корпоративные ценности, например, милосердие. Чурикова подписывала письма за смягчение участи всех, даже если она была политически несогласна. А Чурикова, дай бог ей здоровья, Хиджакова, которые вместе начинали в Тюзе, они мне обе говорили, смягчение участи всегда, хуже российской тюрьмы, нет ничего, подписываться будем всегда за это. Единственное, наш голос ничего не изменит, для своей совести будем подписываться. Так вот, я хотел бы подчеркнуть, что люди, которые идут на смену старикам, не имеют этой корпоративной солидарности. У них не было, ну, я имею в виду поколение Машкова, Хабенского, Миронова, у них не было оттепелей, не было борьбы за эти преобразования, им свобода досталась достаточно халявно в 85-м, 91-м, у них не было представления о том, что мы спина к спине у мачты против тысячи вдвоем. Вот у моего поколения оно еще немножко есть. А эти ребята даже чуть помладше, у них нету. И поэтому я очень боюсь, что на смену шестидесятникам и семидесятникам пришли люди абсолютно гнилые, которые думают, ну, действительно, вот я занимаюсь саморазвитием, я же ничего не могу остановить, у меня есть вину и девочки, ну, пусть мне хотя бы будет хорошо, хотя бы я не буду умножать количество несчастья в мире. Вот это мне кажется ужасным, потому что возникло поколение людей в этом атомизированном обществе, которые думают, ну, я же все равно ничего не могу изменить, пусть хотя бы я буду здоров и занимаю свои профессии и станет для кому-то лучше. Если я хороший стоматолог или хороший актер или хороший учитель буду арестован, ну, я поцелую черта под хвост, а зато воспитаю несколько поколений детей, а я поцелую черта под хвост, а зато спасу несколько больных детей, а я убийц, возьму денежек и отдам на бойных детушек. Понимаете, вот с этой логикой ничего сделать нельзя. Объяснить людям этого нельзя. Здесь может только одно – лично воздерживаться от участия в их мероприятиях. И чем больше будет таких воздержантов, тем, я думаю, быстрее произойдет естественное самоочищение общества. Вот в эти дни действительно ушла Инна Чурикова и Кикабидзе, и это были люди, которые были преданы все равно неким идеям, да, идеям милосердия, идеям, ну, Кикабидзе вообще отдельный человек. В этом смысле он никогда… Пропоративной солидарности прежде всего. А сейчас, вот говорят, тяжелым достаточно состоянием Михалков, который всегда был предан власти, его отец всегда был предан власти, его дед всегда был предан власти. Вот с вашей точки зрения, если вынести все это за скобки, фамилии конкретные, а почему не выгодно быть преданным власти в итоге, с вашей точки зрения? Или нет? Или выгодно? Вот если говорить цинично. Понимаете, Наташа, это не такой простой вопрос. Вы же знаете, да, что ваш интервьюшный стиль всегда сравнивают с рыбалкой, да, она вываживает, а потом подсекает. Вот я сейчас должен сказать что-то достаточно радикальное насчет того, выгодно или не выгодно быть на стороне власти. Знаете, Юрий Домбровский был человек умнее меня, и то он посвятил этой проблеме свой великий роман Державин «Крушение империи», где поставил вопрос, а почему Державин на стороне власти в подавлении Пугачевского восстания? А потому что для искусства естественно быть на стороне иерархии, в данном случае иерархии ценностей, художник всегда за иерархию, и художник и власть, они в каком-то смысле оба заложники, они оба враги толпы. Понимаете, выгодно ли художнику быть на стороне власти? Если Михалков Кончаловский не будет на стороне власти, он не снимет своего блокбастера нового, в котором будет много сказано очень горького и трезвого о советской власти, как сказано в его фильме «Дорогие товарищи». Но с Никитой Михалковым там случай более сложный, я не считаю его крупным режиссером, он режиссер очень вторичный, он хороший актер на характерные роли. Но вот было ли ему выгодно быть при власти? С одной стороны, она это выхолощивала его талант какой-никакой, с другой, лично ему это было, конечно, бесконечно выгодно. Понимаете, давайте, наверное, скажем так, на хитрый вопрос хитро ответим. В краткосрочной перспективе быть на стороне власти выгодно. Это дает вам полную реализацию, это дает вам огромное преимущество с тиражами. Вот сегодня, например, некоторые подонки, они своими тиражами забили абсолютно все, потому что остальных вышвырнули из библиотек, вышвырнули из книжных магазинов. Вот сегодня Улицкая враг народа, я враг народа, а они гуляют, и они говорят, мы здесь власти, мы ничего не отдадим. А Прилепин стоит теперь во всех библиотеках? Нет, Прилепин здесь ни при чем. Прилепин – это мертвый для меня человек, я не хочу покойника пиарить. Там очень много молодых наросло, которые говорят, о, мы пришли теперь. Почему он называл Прилепина покойником? Потому что в нем когда-то была живая душа, но потом все случилось по его роману «Черная обезьяна», его съела черная обезьяна. Он знал, что она в нем сидит, и он дал ей победить. Вот, кстати, тоже ему выгодно это или нет? А черные обезьяни это очень выгодно. Но ему, я думаю, нет, потому что его имя войдет теперь в историю с такой черной меткой, что никакой фильм Велединского его от этого не спасет. А это, ну, просто проклятый человек, на которого страшно смотреть. Он почернел. Но идут же и молодые, которые действительно думают, что теперь их время гуляет ванина. Вот вопрос, им это выгодно или нет? В краткосрочной перспективе очень выгодно, а в долгосрочной, ну, понимаете, они же надеются, что они просто до этого не доживут. Нет, доживут. Ребята, доживут. Фадеев был человек с совестью, и то застрелился, поняв, что он натворил. Вам тоже будет нехорошо. И многим придется, если не стреляться, то, по крайней мере, стреляться-то это мужество надо, и ружье. Это надо уходить из профессии. Очень многим придется с позором сменить профессию, как Егор Исаев после перестройки не очень удачно занялся куроводством. Вот это я к тому, что выгода, это же, понимаете, понятие очень относительное. Сегодня ты на коне, а завтра ты под столом. И я подозреваю, что это время довольно близко. Вы говорите, вы сказали, что я там не говорю о покойниках. Я тут вспомнила еще один, ну, уже давний конфликт, но, тем не менее, он для меня удивительно решил о нем поговорить с вами. Это конфликт Невзорова и Шнурова, когда Невзоров сказал «Я несу на могилы друзей», вот, когда он там песенку о нем сочинил. Но Шнуров удивительный персонаж, талантливый, а человек, который знал, что такое свобода, он не умирал под забором от голода. И почему-то он принял решение себя в этом умертвить. Помните, у Славы КПСС была такая песенка о нем, это «вздернешься на шнуре». И он взял и сдернулся на шнуре зачем-то. Ну, Наташ, я не хочу хвастаться своей прозорливостью ни о Никите Михалкове в его лучшие годы, ни о Сергее Шнурове в его лучшие годы. У меня не было достаточно хорошего мнения. Шнуров циник, Шнуров любит издеваться над всем святым. Это в какой-то момент совпало с вектором московского хипстерства, но это не приводит к высокому искусству. Я знаком с несколькими людьми, которые утверждают, что он прекрасный мелодист. Я не специалист в музыке, но мне всегда казалось, что его тексты, музыка, манеры чрезвычайно примитивны. Я горжусь и радуюсь, что не стал работать на РТВИ, когда он там был. Он меня обольщал очень усердно. Он, наверное, думает, что я ему мало заплатил. Сережа, то есть он мне мало. Сережа, если бы вы кинули к моим ногам все сокровища мира, вы не стали бы мне больше нравиться. Вы не очень умный человек и совсем не талантливый. Ну, горько. Вы можете написать про меня 20 песен, но сделать этого хорошо вы не можете. Сделать это так, как я, вы не можете. Вам этого Бог не дал. И отсюда Шнуровский вот эти все попытки непременно поиздеваться над всем высоким. Еще когда он издевался над защитой Химкинского леса, было понятно, что он попал несколько не в том. Понимаете, у сатирика всегда есть соблазн начать высмеивать вообще все. Вот, на мой взгляд, с Пелевиным это случилось. Я имею в виду, конечно, не имитатора литературы Александра Пелевина, а серьезного, крупного писателя Виктора Пелевина. Пелевин очень остроумно высмеивает все. Он просто не понял, что бывают ситуации, когда кощунство перестает быть забавным. И его роман КГБТ-плюс это полный провал. Хотя он может кому-то казаться очень остроумным. Дело в том, что пришло время патетики. Ну, горько это, но время патетики. Шнуров этого не почувствовал еще в 2011 году. Ну, а то, во что он скатился сейчас, ну, конечно, это очень горько. Другое дело, что потом он будет говорить, что он тотальный отрицатель, что для него нет ничего святого, что это высокий скепсис, там, романтическая ирония. Он же имеет хорошее образование и, конечно, берет для этого терминологию. Я, кроме брезгливости, с самого начала не чувствовал ничего. Очень горько. У меня еще, у нас, вот я смотрю, досесть осталось здесь минут до конца, а у нас есть два очень важные для вас вопроса. Очень. И последний, мне кажется, вообще должен тронуть ваше сердце. Первый вопрос такой. Я тут разговаривала с одним, там, своим приятелем. Он говорит, слушай, ты понимаешь, в чем дело? После победы, да, в России, с Россией у нас может быть только один вариант, потому что либералы там не могут прийти к власти, потому что за них там 8%, 5%. Глубинный народ их ненавидит и дальше продолжает ненавидеть. Значит, нам остается только построить стену, но потому что Россия никогда не поменяется. Что делать с глубинным народом, да, которое, как говорит Невзоров, что безумие путинизма базируется на дичайшем невежестве, на, так сказать, вот этой вот пропагандистской машине, которая сделала 70% с животными просто. Как дальше с этим народом быть глубинным? Глубинный народ это концепт Суркова, а концепты Суркова, к сожалению, выдают его образование, то есть институт культуры, я ничего не имею против института культуры, но он человек невежественный. Давайте по-другому это назовем. Никакого глубинного народа не существует. Вот Андрей Кончаловский, который тоже человек начитанный, но очень бессистемный, надо сказать, как-то он вот что модно, то и читает. Он говорит, что Путин опирается на огромные платы, на слой вечной мерзлоты, на слой народа, который ждет от него жестокости и хочет этого. Российский народ бывает очень разным, и он очень зависит действительно от веней во власти, но главная задача российского народа это выживание. Почему? Чтобы ему так и близка платная субкультура. Умри ты сегодня, а я завтра, это могло быть государственным девизом на гербе. А сегодня российский народ выживает за счет ненависти, завтра будет выживать за счет солидарности и любви. У него это очень легко происходит. Он адаптируется под любые диктуемые ему ценности, а формировать собственные он не хочет, потому что боится исторической ответственности. Конечно, ваш друг неправ никакой стены не будет. Я подозреваю, что невзирая на нынешнюю взаимную непримиримость и нетерпимость, совершенно естественную условиях войны, как только правильные россияне, россияне понимающие ситуацию, начнут ездить в Украину и ее восстанавливать и ей помогать, если их будут пускать, начнется первое робкое строительство мостов. Понимаете, дело в том, что немецкие антифашисты не были ненавидимы в мире, там понимали, что они тоже жертвы фашизма, и никто муссуману, например, никто претензий не предъявлял, хотя он был немец, поэтому у него были свои заблуждения, поэтому я абсолютно уверен в том, что не будет никакой стены, а антифашисты всего мира будут объединяться, но поскольку оптимизм в наше время не востребован, что нет-нет, это все навсегда, стена, ров с крокодилами, вечная взаимная ненависть, пусть это кому-то больше понравится, то, что я думаю, остается моим частым делом. Ну и, наконец, дети, да, наша любимая тема, тысячи, там, десятки тысяч детей, там, наряжались в пилотки, вернее, их наряжали взрослые, заставляли петь какие-то идиотские песенки, рассказывали им какие-то идиотскую там, социальную мифологию, про вставание с колен и прочую гадость. Тысячи детей отравлены и десятки тысяч и сотни вот этой гадостью, да, которая называется путинская Россия. А что с ними делать? А как из них это потом вынимать? Детская психика чрезвычайно пластична. И больше вам скажу, нас ведь тоже воспитывали с вами в ценностях советских. И все эти советские ценности подвергались именно благодаря детскому здоровому цинизму и осмеиванию, и пародированию, и садистские частушки мы рассказывали, и над советскими вождями мы издевались, и советская идеология не вызывала у нас ничего, кроме насмешки. Детей, чем больше пичкаешь идеологии, тем больше их это отвращает. Понимаете, я заметил удивительную штуку, главным образом, по своим детям. У детей изумительное чутье на качество. Ребенок не будет есть некачественный продукт, и главное, он еще не понял, что это надо, что это положено. Ребенок даже у Сорокина не ест норму, я имею в виду в романе. И уж, конечно, ребенок не будет читать плохую литературу и смотреть плохое кино. Вот то, что мои дети выросли на Пелевине раннем, это был критерий того, что это очень хорошо. Я абсолютно уверен, что чем больше детей будут воспитывать в этом неофашистском духе, тем большее количество детей, в отличие от взрослых, вырастет убежденными антифашистами. То есть, отторжение, все-таки вы верите в естественное, вот то, что дети... Здорового организма отторжение выше, а дети в большинстве в своем здоровые. Это мы больны, мы уже привыкли, что все не так, как мы хотим. Ребенок все еще понимает, что все должно быть правильно, и может быть в этом залог спасения. Ну да, взрослые пьют водку, дети, когда выпивают водку, они блюют немедленно, потому что... Здесь будет то же самое. Спасибо вам, Наталья. Спасибо за поддержку Украины. Спасибо. У вас много зрителей. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова